всем привет сегодня у нас пятница 17 марта а это значит что завтра суббота тут написано что мы работаем по субботам и насчет завтра насчет субботы 18 это правда но к сожалению не правда теперь уже по поводу субботы 25 через неделю сейчас объясню все по порядку сегодня у меня несколько интересных штук будем вскрывать посылочки и смотреть еще на кое-какие обновления дело в том что мне нужно будет кое-куда уехать и поснимать еще кое-какое видео на своем канале но это придется делать в субботу 25 поэтому музей сожалению не сможет работать в этот день если хотите приходите завтра если не получается завтра дождитесь расписания на апрель там появится какая-то информация сейчас я нахожусь на некой еще конечно не финальный ну скажем так средняя уже стадии не начальной стадии переговоров о том как бы сделать так чтобы этот музей работал и в будние дни тоже причем подольше не только три часа я думаю что очень скоро это начнется думаю что как раз с апреля и можно будет прийти и посмотреть выставку и без меня в любой удобный рабочий день а не только выходной ну выставка вполне самостоятельная все экспонаты и так здесь представлены мою лекцию можно послушать на выходных если хочется а так в общем то все подписано есть qr-коды подошел с телефончиком сосканировал посмотрел подробный обзор устройства если чего-нибудь непонятно впрочем мне кажется я про все это уже говорил давайте посмотрим что же метод в музее нового ну по крайней мере если вы были только на открытии или не были вообще смотрели только видео вилоги музейные то это вот для вас немножко изменилось теперь у меня тут немножко все по-другому стоит немного добавилось экспонатиков они не все в кадре но все я наверное показываете не буду давайте посмотрим что же нового и что за посылочки мне прислали у меня в коллекции появилась вот такая картон очка и казалось бы ну картонка и картонка девчонки симпатичные нарисованы все не так просто не так давно впрочем уже довольно давно на своем канале я рассказывал о том что была у меня такая мечта когда закрывался наш новосибирский магазин алькор между вокзалом и цумом в котором все все детство покупали себе дэнди сегу супер нинтендо и прочее это было для нас то чем магазин дэнди был в москве и вообще в западной части страны вот у нас был алькор у нас не было магазина дэнди впрочем я про это подробно рассказывал и в той статье в журнале дэнди который недавно вышел и вот в этом самом алькоре в витрине стояло несколько интересных ну как это назвать в общем вот таких вот стендов и большинство из них были утеряны они пропали сгнили в гараже были выброшены на свалку и так далее остался ровно один я гонялся за ним несколько лет и вот наконец нашелся замечательный человек который достал этот последний стенд он ни для кого ничего не значит это просто кусок картона с в общем не тематическим рисунком но лично для меня история этой картонки крайне сентиментально и я очень рад что кусочек алькора такой достаточно немаленький теперь есть у меня в музее он конечно понятен далеко не всем но тем кто понятен те понимают насколько это круто но теперь давайте перейдем к посылочкам которые стоят у меня на столе сегодня у меня тут три интересных посылочки две из них прислал мне владимир из москвы у меня уже здесь есть несколько экспонатов от него довольно крутых ну и начнем мы пожалуй с него поэтому распакуем эти две посылочки из этой уже особого сюрприза не сделать что-то на коробке все понятно это компьютер msx которых у меня до сих пор еще не было в основном у нас в стране все знали msx по qvt от yamaha но msx был стандартом предложенным microsoft им до появления ibm pc и поэтому в общем то его производил много кто и вот в данном конкретном случае мы имеем дело с компьютером от компании toshiba но все они совместимы друг с другом в родной коробочке и тут внутри все так прекрасно запаковано примерно как оно и было toshiba home компьютер hx10 msx 64 килобайта очень круто здесь же к нему есть кое-какой дополнительный обвес периферия здесь у нас кабель подключения к телевизору антенный кабель тоже для подключения к телевизору и кассетный магнитофон для загрузки с кассет хотя msx и можно было грузить много с чего магнитофончик в очень неплохом тоже виде замечательный такой мафан кнопкой джек работает насчет всего остального будем посмотреть хороший магнитофон вилка естественно британской формы написано made in england не есть в комплекте переходничок спасибо владимиру позаботился делается вот так и вставляется в обычную европейскую розетку классно наконец-то у меня есть компьютер msx хотелось бы посмотреть на него на самого открываем коробочку все упаковано в пупырочку это просто уплотнение а это компьютер состояние превосходное не пожелтел не поцарапанный ах компьютер тоже bmsx кнопочки нажимаются работают caps lock все есть f и чума с джойстиками слот под картриджи все на месте вот слот под картриджи немножечко судя по всему подкосяченный но это по моему можно исправить такое впечатление что просто с пружинки немножко слетел разберемся сделана эта штука в японии настоящий японский компьютер и спортов сзади можно наблюдать подключение кассетного магнитофона выход на антенну обычные тюльпаны композитное видео и аудио монофоническая а также expansion bass то есть подключение внешней периферии я не уверен что смогу сейчас нормально все это сделать она тут прикручена давайте пока не будем его откручивать там внутри слот под картриджи с этой стороны можно подключить принтер специфическим портом два джойстика с обратной стороны тумблер питания вот такая красотища у магнитофона есть счетчик ленты возможность включить или выключить встроенный динамик переключатель lc вообще-то я не помню что такое лси есть даже микрофон его можно использовать как обычный диктофон то есть это ну просто хороший такой кассетник причем интересно здесь написано тошиба corporation tokyo japan maiden корея ну интересное сочетание надписи вообще говоря ну им там виднее знак радиации музыку на нем слушать можно вполне кроме того чтобы грузить программы из разъемов понятно питание подключение внешнего микрофона это я вообще не знаю что такое надо посмотреть регулятор громкости наушники и очевидно этот же разъем используется для передачи информации в компьютер вот собственно и все я так понимаю это отсек для батареек здесь на 4 больших сиса из батарейках она может работать самостоятельно без подключения к розетке что в общем тоже довольно круто такой большой walkman это теперь тинейджеры ходят с bluetooth ными колонками раньше круто было ходить вот с этим даже вся родная документация на месте owner's manual о том как использовать компьютер и журнальчик getting the best from your msx здесь про игры про программирование про спрайты много интересного потрясающий полный комплект вот уж не думал что однажды в таком составе увижу msx круто вторая коробочка тоже от владимира тут я тоже знаю что сейчас узнаете и вы достаем аккуратно мешочек джойстик sega mega fire gamepad вернее настоящий мега драйвовский контроллер с поддержкой кнопок turbo разумеется а в пакетике очень крутая вещь эх попробуйте угадать с одного раза что это из этого мы сделаем друзья железный детектив и надо бы дать ответ на детектив предыдущий прошлом дневнике музея я спрашивал что это за железяка такая но я дал слишком много подсказок объяснял все это нужно для программирования старых компьютеров и так далее и конечно сразу многие сказали что эта штука использовалась для перфорации перфокарт друзья мои ну перфокарта сюда ну никак не поместится как же вы собираетесь перфорировать перфокарту с помощью этой железки однако ход мыслей ваш совершенно верен этот девайс использовал для использовался для перфорации перфоленты перфоленты это примерно то же самое что перфокарта только гораздо уже такая белая длинная ленточка у которой почти в середине с небольшим смещением находятся полностью пробитые дырки по всей высоте за которые как раз таки механизм и и протаскивает через устройство чтения поэтому именно этими дырочками она фиксируется на этой штуке и дальше каждая из этих строчек дырочек это байт какой именно это байт определяется вот этими битами то бишь дырочками пробиваете в нужных местах перфоленту получаете соответствующий байт в данном случае у нас кодируется 1 2 3 4 5 дальше идет транспортная дырочка 6 7 8 все правильно 8 бит на 1 байт соответственно таким вот образом с помощью иголочки потихонечку помаленечку можно по байт на пробивать дырки на перфоленте вот здесь за одно закрепление без перемещения можно записать на перфоленту 4 байта данных с помощью небольшой иглы вот и все правильных ответов было очень много вы молодцы все правильно хотя неверных ответов про перфокарту было гораздо больше ну эта штука есть у меня в музее теперь вы знаете приходите посмотреть выглядит как монитор или небольшой телевизор нажимаем на кнопочку здесь открывается что-то здесь есть кнопочки экран выглядит как дамп терминал то что называется но это не просто терминал и обзоры на эти штуки ну один конкретный обзор выпуск 16 бит тому назад у меня был как вы думаете это терминал для чего вот вопрос и третья посылка от александра из города кострома блок питания шнурочки джойстик на этот раз именно джойстика не геймпад ну здесь подписанный игровой манипулятор и так сказать системный блок это белорусский клон zx спектрума если быть точнее это компьютер байт но в целом это действительно просто клон спектрума с небольшими отличиями написано микропроцессор z80 в скобочках usa и судя по всему используется оригинальный зайлок z80 ну все остальное видимо уже на нашей элементной базе сделано ножка отвалилась надо ее приделать на место потому что в остальном компьютер в прекрасном состоянии достаточно интересная редкая вещь это не самопальный спектрум советский спектрум который производился в бресте довольно большим количеством экземпляров более 60 тысяч компьютеров было выпущено очень интересная штука у меня конечно уже есть спектрумы но более позднее все самопальные спектрумы мои по разваливались давным-давно а тут вот хороший советский но при этом фирменный спектрум наконец пополнит мою коллекцию сзади все разъемы как водятся в советской технике одинаковые подключение телевизора подключение магнитофона что-то еще и 5-ти вольтовый вход все сделано в виде din 5 разъемов так что 5-ти вольтовый вход легко можно включить куда-нибудь в магнитофон или в tv и на этом этот компьютер скорее всего закончится но тут уж ничего не поделаешь клавиатура вроде вся в хорошем состоянии да чё ей резиновый будет с другой стороны большое спасибо вам ребят огромное при огромное классно музей обрастает экспонатами еще сделал небольшой апгрейд своему эльбрусу как вы помните у меня там все время стояла видеокарточка rodeon rx 570 служила верой и правда она и сейчас работает будет использоваться мной в разных экспериментах и дальше но теперь у меня в эльбрусе стоит новая видеокарточка rodeon rx 6700 xt такой вот апгрейдик я бы сказал что он все-таки достаточно значительный несмотря на то что эта карта в общем среднего уровня но по крайней мере это современное поколение хотя есть и 7000 серия rodeon of тем не менее если вы помните год назад мы тестировали на эльбрусе и 23 типа counter-strike кс гоу на самом деле это был не сам кс гоу это была игра кисок strike это open source версия кс гоу делающиеся энтузиастами портированная на эльбрус в общем как попало но там она изрядно тормозила тормозила и потому что тогда была меньше оптимизирована чем сейчас но и самое главное там был двухъядерный процессор так что ничего удивительного на сегодняшний день с этой видеокартой и с всей оптимизации которая проделана плюс благодаря тому что это все таки восьмиядерный процессор сейчас кс гоу здесь работает лучше но все равно лучше не значит хорошо значит просто лучше чем было в этой игры по-прежнему нет никакого игрового лобби она все еще в разработке все управляется только из консоли все как было здесь мы можем дать одну очень важную команду хост red mod 1 которая включает многопоточность и теперь мы можем загрузить какую-нибудь карту ну скажем какой-нибудь cs-office я вообще небольшой профессионал в counter-strike играть но может быть вы знаете что такое cs-office знакомы с этой карты и так далее то что для меня то это в общем ничего не значит но может значит для вас надпись на экране amazing loading screen very amazing вау согласен давайте за кого-нибудь поиграем кажется должен быть даже какой-то звук самое сейчас плохое место в коде этой игры которая требует оптимизации больше всего это боты поведение ботов их интеллект поэтому из-за них fps сильно падает вот он сейчас 30 кого-то убили стал 40 50 и так далее то есть все к сожалению сейчас упирается в интеллект ботов сама графика то работает нормально если вы помните как игра работала до этого на 2s 3 она почти не шевелилась там получилось ну ну совсем плохо было кадров наверно 12 в лучшем случае сейчас такой проблемы в целом нет работает физика но конечно к чему стремиться еще очень сильно есть к счастью есть человек который над этим бортом активно работает да кстати работает меню покупки оружия так что можно купить себе что-нибудь повеселей можно даже кого-нибудь попробовать найти и застрелить можно даже выйти на улицу в открытое пространство мы мной пострелянные окна так ты враг иди сюда нет враг все что ли выиграли ну давайте дальше 60 fps все хорошо сейчас начнется игра все боты начнут думать 20 fps в общем весело ладно я опять увлекся это неправильно эй товарищ по моему это был кто-то из наших здарова мужики где таргет спотт дайте пострелять кто стреляет где стреляют я тоже хочу стрелять да я явно убегаю не туда щас 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 чертова игра ну в общем вы выиграли да не особо я поиграл окей ну в общем вот такая фигня 50-60 fps в общем у нас есть играть можно понятно что тут еще работать и работать над оптимизацией но стало играбельно а до этого было не играбельно так что отлично правда видюха настолько здоровенная что она занимает два с половиной слота в итоге если ее ставить в самый верхний PCI-Express она закрывает все остальные PCI-Express пришлось поставить ее в самый низ в Эльбрусе это не важно на самый верх я поставил сейчас USB 3 контроллер и средний PCI-Express между ними стоящий свободен для чего-нибудь еще видеокарта там закрывает теперь обычный PCI и 32-битный слот но он к счастью мне пока не особо нужен крутая карточка у меня конечно еще тут есть разные всякие штуки типа вот этой Toshiba 3200 это 286 лаптоп но он здесь не задержится потому что я в музее не коллекционирую x86 совместимое оборудование тогда придется сильно увеличивать музей что я пока себе не могу позволить есть вот этот вот еще телефончик тоже мне его подарил один замечательный посетитель это телефон на Windows слайдер с полноразмерной клавиатурой кайфовая вещь и кстати тоже Toshiba протеже G900 но я пока тоже не знаю как его классифицировать и останется ли он в музее тоже пока вопрос а в остальном видимо на сегодня у меня все буду продолжать вас потихонечку держать в курсе что происходит ну и следите на сайте за расписанием буду рад всех видеть на сегодня это все всем пока пока